SCP-127. Живое оружие. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-127 считается не более опасным, чем другое оружие того же класса. Однако из-за особых свойств объекта его необходимо содержать в оружейном хранилище 7-C и снабжать водой, богатой белками и кальцием. На данный момент к объекту имеет доступ только исследовательский персонал, непосредственно приписанный к SCP-127. На фотографии SCP-127. Описание. Внешне SCP-127 выглядит идентично пистолету-пулемету MP5K. Однако эксперименты выявили, что устройство объекта за исключением внешней стальной оболочки состоит из органики и живое. Боеприпасы представляют собой зубы, похожие на человеческие. Однако анализ ДНК-пуль не выявил соответствий с какими-либо особями на земле. SCP-127 может вести огонь в двух режимах. Одиночный и полностью автоматический. В момент переключения между режимами слышен рык. После того, как магазин опустеет обычно 60 выстрелов, объекту требуется 3,5 дней на выращивание нового боеприпаса. Попытки отсоединить магазин полностью провалились. Похоже, он представляет одно целое с корпусом объекта. На данный момент SCP-127 не может дать потомство. Сканирование не выявило видимых репродуктивных органов. И единственными его потребностями являются вода, кальций и белки. SCP-127 изначально находился в доме господина Джеймса Засекречина. Господин Засекречина был найден мертвым в результате инфаркта миокарда 17 ноября 1991 года. Вскрытие установило, что господин Засекречина умер утром 8 ноября, но его пропажа была замечена более чем через неделю после инцидента. Каких-либо необычных обстоятельств его смерти найдено не было. Поскольку коллекция оружия господина Засекречина была велика, для ее сбора были вызваны ФБР и БАТОВ. Начало ссылки. Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатки. SCP-127 был обнаружен в процессе проверки и каталогизирования и был поставлен на содержание агентами фонда. Приложение в 1990 Засекречина был классифицирован как безопасный. Субтитры создавал DimaTorzok